Всем привет! С вами Андрей Полховский. Так сложились звезды, что я снова оказался в отеле Босфорус Аргун. Я уже снимал обзор на этот отель. Было это в 2020 году, а сегодня будет свежачок, июль 2023. Пойдем посмотрим, что изменилось в отеле и как он себя ощущает. Открыт отель был в 2017 году, и на сегодняшний день он не потерял свою актуальность. Прошло уже 6 лет с момента открытия, а он все равно смотрится стильно и интересно. Как будто открыт он был совсем недавно, и это все благодаря интерьерам, которые выполнены в своем особенном стиле. Я не встречал ничего подобного в Турции. Босфорус уникальный эксклюзивный отель с высоким уровнем сервиса. Конечно, он не дешев, и если вы ищете бюджетный вариант, то вам однозначно не сюда. Ну а если вы были уже много раз в Турции и хотите удивиться и увидеть что-то новое и непривычное, то Босфорус может стать вашим выбором. Цена на него не настолько высока, как на многие делюкс-отели. Мы находимся с вами в зоне ресепшн. Именно здесь начинается ваш отдых в отеле. Заселение происходит после 14 часов выселения до 12. Доступно позднее выселение при наличии свободных номеров за дополнительную плату 10 евро в час. Отель не размещает одиноких мужчин и мужчин в одном номере. Часто читаю возмущенные комментарии на тему дискриминации к мужчин. Однако такой концепции придерживаются многие турецкие отели Анталийского побережья. И часто найти отель для размещения мужчин становится целой задачей для турагента. Если у вас вдруг такая задача стоит, обращайтесь, решим. Расположен Босфорус в поселке Саргун в 7 километрах от Сиде. Рядом находятся только другие отели, построенные примерно в то же самое время. Возле отеля есть остановка, где останавливается автобус и откуда можно легко добраться до Сиде или до Мановгата. Если вы хотите погулять по городу или съездить за покупками. Рынки работают в Сиде по субботам, а в Мановгате по понедельникам и четвергам. Расстояние от аэропорта Анталии до отеля составляет 65 километров. Групповой трансфер вас довезет примерно за полтора-два часа. Отель всегда пользуется большим спросом, несмотря на свою цену. Часто становится в стоп, а это значит, что у него нет свободных мест на определенные даты. Поэтому, если рассматриваете данный вариант для отдыха, то стоит задумываться о его бронировании заранее. Босфорус Саргун имеет категорию 5 звезд. Работает по системе «Все включено плюс». Вай-фай работает на всей территории отеля. Интерьер оригинальный и интересный как снаружи, так и внутри. Здесь каждая вещь претендует на уникальность и эксклюзивность. Хочу отметить, что в худшую сторону тут точно ничего не изменилось. Потому что я посещал данный отель первый раз в 2017 году, когда он только открылся. Второй раз в 2020 году. Предыдущий обзор вы можете посмотреть. Ссылка находится сейчас в правом верхнем углу экрана. Сейчас уже 2023, а он смотрится как новый. Несмотря на большую загрузку и поток туристов. А это значит, что отель следит за интерьером и поддерживает все в отличном состоянии. Напитки, согласно концепции «Все включено» подают с 10 утра до 0 часов в лобби-баре или в нижнем лобби-баре, который работает по такой же концепции. После 0 часов ночью алкогольные напитки становятся платными. Одно из новшеств отеля тут появился – Starbucks. Доступен один бесплатный напиток на одного человека по талону, который выдают вам на ресепшн при заселении. Для получения заказа на нем нужно написать номер комнаты, все фиксируется и все последующие напитки уже только за дополнительную плату. Находится Starbucks в кондитерской, возле нижнего лобби-бара, работает с 11 до 17.30. Также в кондитерской доступны всякие вкусняшки, выпечка, пирожные, печенье и сладости. Внутри в отеле достаточно много интересных локаций и много места, где можно уютно посидеть на мягких диванах, креслах, а также сделать фото в интересных локациях. Босфорус смело можно назвать инста-отелем, в котором точно есть где сфоткаться и удивить друзей в своих соцсетях. Прежде чем показать вам территорию отеля, хочу закончить внутренней частью. Идем посмотрим номер, в котором я живу. Эта категория Family находится на третьем этаже, номер 3002. Доступ в номер осуществляется с помощью ключ-карты, которую после открытия нужно вставить в картоприемник, для того, чтобы в номере появилось электричество. В номере Family находятся два санузла и две комнаты, разделенных дверью. Рассчитан такой номер на размещение до пяти человек. В нем также два отдельных балкона. В одной комнате одна двуспальная кровать, во второй две односпальные и диванчик. В каждой комнате свой телевизор, всего их два. Он встроен в зеркало. Интересное дизайнерское решение. Конечно же, тут есть кондиционер. Площадь такого номера 55 квадратных метров. Всего таких номеров в отеле 23 из 455 возможных. Основная масса номеров, конечно, это категория стандарт. 33 квадратных метра. Выглядит практически так же, как этот номер, только состоит из одной комнаты. Здесь у нас находится второй санузел и душевая. Душ, кстати, один в этом номере, в отличие от туалета, которых два. Умывальник расположен в необычном месте, практически в комнате. Есть электрический чайник и набор для приготовления чая и кофе. Холодильник с мини-баром. Напитки, вода, кола, фанта, спрайт, соки пополняются ежедневно, а пиво только в день заезда. Номера укомплектованы кучей разных мелочей, которые по качеству отличаются от наполнения номеров в простых либо бюджетных отелях 5 звезд. В номерах есть тапочки, халатов нету. Я уже говорил, что в таком номере два отдельных балкона. Из каждой комнаты свой выход и балконы разъединены между собой перегородкой. С балкона открывается вид на территорию отеля и на бассейн. Один из важных моментов. Всегда берите и изучайте концепцию отеля для того, чтобы знать, какие объекты инфраструктуры тут есть, что где находится, в какие часы работает. И чтобы в последний день не сожалеть о том, что вы поздно нашли что-то интересное для вас в этом отеле. Далее покажу вам вкратце спа-центр. Без его посещения вы точно не обойдетесь, потому что именно здесь вы берете пляжные полотенца и обмениваете их на новые. Выдаются они один раз в день на стойке спа, используя карту для полотенец. Смена полотенец производится с 8 до 12 часов. Сдача полотенец с 9 до 19. Есть в спа-центре закрытый бассейн. В летнее время он не сильно актуален. Поэтому здесь практически нету людей. Можно поплавать в одиночестве при желании. Конечно же тут есть комнаты для отдыха, интересные локации, паровая баня, сауна и турецкий хамам. Работает это все с 9 часов утра до 18.30 по предварительной резервации. Это бесплатно и входит в концепцию отеля. Заплатить придется только за спа-процедуры или массажи, если вы захотите ими воспользоваться. Есть фитнес-центр, который работает с 7 до 19. Услугами фитнес-тренера можно воспользоваться с 9 до 13 и с 15.30 до 19 часов. Внутри отеля я показал вам практически все, кроме ресторана, куда мы сходим на ужин. А сейчас пройдемся по территории отеля. Площадь ее 20 тысяч квадратных метров. На территории находится один большой бассейн интересной формы. Если посмотреть на него сверху, он похож на большой спиннер. Площадь бассейна 1200 квадратных метров и глубина 140 сантиметров. Есть зона с джакузи, которая пользуется большим спросом. Гидромассаж периодически включается и выключается. Поэтому, если вы хотите им пользоваться чаще, занимайте места на шезлонгах рядом с этой частью бассейна. Территория компактна. Все находится в шаговой доступности. Здесь расположилась сцена для представлений. Рядом расположены информационные стенды, касающиеся анимации. Тут расписание активностей, указано время, что и во сколько происходит. Здесь же рядом находится мини-клуб для детей от 4 до 12 лет. Работает он с 10 до 12, с 15 до 17 и с 19 до 20-30. Рядом с мини-клубом находится небольшая детская площадка с горками и качелями и с тентом от солнца. На первый взгляд территория кажется небольшой, однако тут есть где погулять. И на территории также можно найти несколько интересных локаций. За бассейном напротив здания отеля находится зона с баром и снэк-баром. Тут найдете еду и напитки. Всего в отеле 4 бара. Работают они по времени, согласно концепции отеля. Бар у бассейна, к которому мы сейчас подходим, работает с 10 до 17 часов. Тут доступны алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного производства. Воду можно взять в холодильнике. Тут же рядом можно приготовить себе чай и кофе. В снэк-баре доступны закуски в дневное время. Работает он с 12 до 16 часов. Ассортимент еды весьма приличный. Кроме обычных гамбургеров и пиццы, обычно доступных в снэк-барах, тут можно найти и рыбу, и курицу, и другие блюда. Немного дальше тут готовят гезлеме с 12 часов до 15.45. Кто не знает, это такие турецкие лепешки, оригинальные и вкусные. Лично мне очень нравятся. Дальше по ходу движения происходит раздача мороженого. Также тут пекут вафли. Иногда за мороженым образуется очередь. Доступно мороженое с 16-15 до 17 часов. Обычно очередь образуется в самом начале раздачи. Потом она становится меньше, и можно прийти и спокойно взять. Никого не ждать. На территории много красивых деревьев, кустарников, цветов. Тут приятно погулять. Бассейн разделен мостиками, которые позволяют переходить из одной части бассейна в другую, чтобы не обходить его полностью. В дневное время тут проводятся водные активности, а именно играют в водное поло. Занимаются аква-аэробикой. Каждый выбирает себе занятие по душе. Аниматоры развлекают отдыхающих и не дают им скучать. Отель веселый и динамичный. Есть в отеле также небольшой бассейн для детей площадью 15 квадратных метров и глубиной 50 сантиметров. Он закрыт тентом от солнца, так что здесь будет комфортно проводить время маленьким посетителям бассейна. По периметру основного бассейна со всех сторон стоят зонтики и шезлонги. И летом, в период полной загрузки отеля, все они заняты, так как примерно половину контингента отдыхающих в отеле составляют европейцы, которые любят проводить свое время у бассейна, а не на море. Поэтому, если хотите в разгар сезона занять себе хорошее место у бассейна, а особенно если несколько мест рядом, то лучше делать это пораньше. Есть в отеле небольшой аквапарк, всего три небольших горки, работает с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Вот уже все наелись мороженого, осталось буквально пару человек, поэтому можно взять его достаточно быстро и никого не дожидаясь. Тут же доступны турецкие сладости. Сегодня это чирос. Похоже на сладкие пончики в виде трубочек. Можно полить разными добавками. Очень сладкие и вкусные. Одно из новшеств отеля это тоннель. Теперь не нужно переходить дорогу, чтобы попасть на пляж. И это удобно. Ранее тоннеля не было и путь пролегал через автодорогу, которую нужно было переходить. А сейчас можно пройти через тоннель под дорогой, в конце на выходе из которого вас заверет электрокар и довезет до пляжа. Расстояние до пляжа примерно 250 метров. Если идти пешком, это займет примерно 3-5 минут. Условно это можно назвать первой линией, так как путь пролегает через парк. А вся отельная застройка в данном регионе располагается через дорогу. И расстояние до моря в любом отеле данного региона составляет примерно 300 метров. Прогуляться одно удовольствие. В парке сосновые и хвойные деревья. И невероятные запахи сопровождают вас по пути. Пляж у Босфоруса полностью оборудован. Он достаточно большой. Тут есть все необходимое для отдыха. На входе вас встретят интересные гамаки и столики с зонтиками. Тут всегда немноголюдно, так как отдыхающие, которые едут на пляж, любят проводить время непосредственно возле моря. Тут же неподалеку находится бич-бар. Это пляжный бар, который работает с 10 до 17 часов. И подают тут алкогольные и безалкогольные напитки. Местного производства. Также тут доступны чай и кофе. Шезлонгов большое количество. Занимать место пораньше не нужно. Находятся они под тентами от солнца. Сейчас 10 часов утра. И как вы видите, есть много свободных шезлонгов. Особенно тех, которые находятся подальше от моря и поближе к бару. Вы уже видели, что большое количество людей проводит свое время у бассейна. И не стремится к морю. Но мы же с вами едем к морю. Поэтому нам важно наличие мест на пляже. А также качественный сервис на пляже. Пляж в Осворусе песчано-галечный. Преобладает все-таки песок. Галька находится ближе к морю. Галька мелкая. Вход в воду относительно пологий. Но примерно через 5-7 метров от берега начинается глубина. Море чистое и комфортное. Посмотрите, людей на пляже немного. Хотя в момент съемки видео отель заполнен на 100%. И в нем нет ни одного свободного номера. Конечно, ситуация со временем может меняться. Но мне нравится ездить в отели, где много отдыхающих из Европы. В таких отелях всегда на пляже свободно. Пляж полностью оборудован. Есть даже шезлонги для людей с ограниченными физическими возможностями. Тут можно помыть ноги. Дальше чуть находятся кабинки для переодевания. Их тут немало. Еще дальше находится душ. Точнее, даже несколько. Чтобы не создавать очередь. С очень красивым видом. Можно понаслаждаться цветами, пока вы принимаете душ. На пляже есть также снэк-бар. Работает он по расписанию. С 12 до 16 часов. Тут можно пообедать, не возвращаясь в отель. Можно насладиться любимыми напитками. Как за столиками, так и на шезлонгах. Обратный путь пролегает так же быстро. Доедете вы примерно за 1 минуту. Либо дойдете пешком за 3-5 минут. На входе в отель через тоннель вас ожидает охранник. Раньше его тут не было. Как и не было данного входа в отель через тоннель. На выходе из тоннеля имеются краны, чтобы помыть ноги. И здесь можно также принять душ. Мы подбираемся с вами поближе к ужину. И судя по данному виду, ужин будет вкусным и интересным. Сегодня будут готовить креветки. И что меня позже приятно удивило, данные креветки не закончились даже к концу ужина. Их было просто огромное количество. Несмотря на то, что отдыхающие их активно поедали. В этом одно из принципиальных отличий хорошего и дешевого отеля. Все есть, все качественно, все в больших количествах и не заканчивается. Ужин проходит в главном ресторане. Начинается в 19 часов и заканчивается в 21. Здесь же проходят и завтраки, и обеды. Согласно расписанию, завтрак с 7 до 10. Поздний завтрак на террасе с 10 до 11. Обед с 12.30 до 14. Сейчас я буду показывать вам ужин. Сегодня в Босфорусе турецкие блюда. Питание в отеле разнообразное. Выбор блюд большой. И каждый сможет найти себе еду по вкусу. Кроме того, что все вкусно, оформление также очень оригинальное. Думаю, комментарии идут излишни. Можете увидеть все самостоятельно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вечереет и в отеле включается подсветка. Вечером отель выглядит более оригинально, чем днем. За счет оригинальных иллюминаций. По вечерам проводятся вечерние анимации, шоу-программы для детей и взрослых. Сначала проходит развлекательная программа для детей и мини-диско, а попозже развлекают взрослых различными вечерними представлениями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вечером отель засыпает, с балкона открывается интересный вид. На подсветку отеля, мне кажется, можно смотреть часами, как на огонь. Цвета плавно меняются и преобразуются из одного в другой. Есть в этом что-то магическое и завораживающее. Какие выводы делаю? Отель очень необычный и интересный. С оригинальным дизайном и интерьерами. Удивляет. С отличным качественным питанием. С высоким уровнем сервиса. С интересными локациями. Смело рекомендую, если он находится в вашем бюджете. Сюда можно ехать как парой, так и семьям с детьми. Забронировать можно в нашем турагентстве. Контакты на экране, а полные контакты в описании под видео. Живите ярко, путешествуйте легко, а мы вам в этом поможем. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok